Девушки отдыхают 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 Тем более, что мы не часто видим сейчас выступающими на больших концертах. Вот это в наших планах. Ну а сейчас я работаю. Встречаем. Народ не ушел пока со второй ночи, хорошо. Я хочу сразу попросить прощения у всех любимых людей, которые в зале, которые я не успела меня не поцеловать, потому что времени было мало. Еще успели, я думаю, да. Не, на самом деле, нынче на Грушеньке было смешно. У меня был концерт с Романом такой, и вот я по всей Грушеньке носилась. И потом уже, представляете, вот к субботе, к воскресенью, то есть до какой степени он был черный спереди. Потому что я ходила и обнималась с людьми. И мне не было с людьми, я выходила на сцену, как мы видели. Вот, что у нас там? Будет, все будет. Ваше отношение к своему творчеству. Не, не. Ну, какое мне отношение к своему творчеству? Как вам сказать? Ну, спросили вы меня ваше отношение к вашей жизни. Ну, не умная жизнь, но интересная. То же самое с творчеством, собственно. Не умное творчество, но интересное. Ваша самая любимая своя песня. Последняя, конечно. Всегда было и будет. Так. Ой, как солнышко. Верочка, спасибо. Это личное. Это личное. Ага. Ага. Вот. Это комплимент. Благодарю вас. А я не, не говорила. Я говорю, давай разделывайся с твоей личной жизнью уже и поступи. Потому что в основном на концертах, в основном почему-то вот прозрительные песни. Я вас тоже очень люблю. Вот хороший вопрос. Расскажите, пожалуйста, как начиналось ваше творчество. А по-моему, Нина эту историю уже рассказывала про злую фашистку, да? Не все. Вы знаете, ой, как я давно эту историю... Было мне 4 года, а поскольку наши родители были... Мама поэтом, до сих пор поэт хорошим, у него в этом году книга выходит, а папа музыкантом, то вы представляете, что там творилось в доме постоянно? То есть это его тузбища, когда приходили мамин друзья-журналисты поэты, папины друзья-лабухи. И все это было, значит, перманентно, неделями. И мы тут же дети носились бегать с собаками, с какими-то... Вот. Естественно, значит, были там чтения стихов. Мне этого тоже жутко захотелось выйти так прочесть. Это старая история, все ее знают, что я рассказываю. Ну ладно, рассказываю. Посмотрела я тогда фильм «Ленин в октябре», где Каблан стреляет в Ленина. Детскую душу это очень сильно потрясло. И я написала «Чиперастишия» в четыре года. Пришла, выждала момент, когда собрались поэты и стали читать свои стихи. И сказала, вот вы тут поэты читайте, я тоже поэт, тоже написала. Мне сказали, читай, поставили на стул, как водится. И я выдала «Злая фашистская прислуга царя нашего Ленина ранила зря». Примерно такое же дружное ржание, по-моему, было мне ответом. Это навсегда, навсегда убили во мне тягу к патриотическим борьям. Я, к сожалению, больше ни о Родине, ни о Ленине не помню. Вот, ну никак. Вот такая была история, да. Так начиналось моё творчество, да. Сейчас я хочу спеть песню, которая совсем свеженькая, не последняя, правда, но свеженькая. И у неё тоже есть своя история небольшая. То есть где-то лет шесть назад Нина написала потрясающей красоты мелодию и текст, который ей не понравился. Она сказала, знаешь что, будем целы, давай-ка вот ты у нас, поэт, ты и пиши. Я сказала спасибо, попыталась, тоже не получилось. А вот в этом году совершенно независимо, тоже вот как пишутся песни, странно очень пишутся, совершенно независимо от этой мелодии пришёл стих, совершенно другого размера, в принципе. И вот, понимаете, читаю я это, читаю и понимаю, что логика вот этого образного развития, она абсолютно совпадает с логикой движения мелодии Нининой. А размер не подходит. Ну и что? Ну вот пришлось как французский шансынье, понимаете? То есть петь, вот придерживаясь определённой мелодической, ну поймёте в общем. Так, песня, у неё нет названия пока. Я её в общем-то так вот, недавно записывая для Ландберга эту песню, он меня попросил просто, мы пересеклись в Каменске. И я её так и позвала, случайная музыка. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Так она в Золе здесь? Нет, нет, она на Роге. Уже пели ее Золе. На Дерланке истынет седая луна, Не застыла еще зашибись. Боже мой, столько лет и такая фигня На концертах проходит, побись. Ну, помать. Стихи Давида Астрахана, Мотыльки. Без Нины, как бы. Такой гурезан, бериал. Без Нины. Вот уж много-много лет По ночам тьмы громечны. Мотыльки летят на свет С легкомысленностью спешно. И увидев за окном Свет от лампочки дотошной, Шутят весело с огнем, Позабыт про осторожность. И увидев за окном Свет от лампочки дотошной, Шутят весело с огнем, Позабыт про осторожность. Через форточный проем На траву по лицу роняй, Мотыльки вылетают в дом, Прежний опыт сохраняй. Потому что столько лет, Вот какая незадача Заключённых стены света, Только видимость удачи. Потому что столько лет, Вот какая незадача, Заключённых стены света, Только видимость удачи. А они летят, летят, Обжигаем лёд и крылья, А не открыть хотят Всё, что раньше не открыли. И коснувшись потолка Грязят в тайне облаками, Как непросто мудрикам Жить на свете мудриками. И коснувшись потолка Грязят в тайне облаками, Как непросто мудрикам Жить на свете мудриками. Ещё одна песня без НИНИ, НИНИ на песню. Маяк. Маяк. Там, где сходятся звёздные реки земные, Там, где бьются охранные камни пригот, Там старуха ночами от снега седы, Зажигает майор для идущих домой. Бога молит за них, Чтоб забыли обиды, Чтоб... Ну, связали. Горня, чтоб потерь не искали В далёких краях, Чтоб на даме пути Не теряли из виду До рассвета мерцающие стали моя. Но однажды ей косы венцом серебристы, Чьи-то добрые руки положат на лоб. А когда засияет звезда в небе чистом, Кто проводит её, тот огонь разведёт. Ты увидишь, маяк этот гневый, Ты небо, где погас не дали, Там зажжётся другой. Вся земля, словно ясное звёздное небо, Освещает усталую дорогу домой. Освещает усталую дорогу домой. Чтоб самый богини и грязный, Чтоб через кремль того-чтоб стало было взятое, Также делаетester арти Florida 술 шo tF1 Е ASSEMULE КОНЕЦ Э� drinking академия а, вено тереватое. А, виноватим ako hear «Whose а «Am Слушайте, я устала петь Нинину песню без Нины. Я буду петь Нинину песню, которую она пела одна. Ну, дождались, дождались, автоответчик, мама, автоответчик. Нинин автоответчик. Ох, она еще не знает. Я нынче вообще занимаюсь хулиганством. То есть я делаю сейчас диск, песен, которые будут, а теперь дискотека на самом деле. Потому что это работает аренжировщик у меня. И вот это все такое радежно, сон у меня получается. Первое, над чем я наиздевалась, это кандидином автоответчиком. Такая самба получилась. Ну как, для меня конфетка, а Тему уже изругал. Ирина Муж сказала, что отвратительно, Вера, нельзя так петь авторскую песню. Ну, нельзя так петь нашу. А вот это вечер, равнодушный, Ты отвечаешь, если нужно, Без колебаний, что к чему, Что, мол, хозяин не без денег, Уехал будет в понедельник, Оставьте пару слов ему. Оставьте ваше сообщенье, Перезвоню, когда смогу. И я не имею от почтенья, И тихо трубочку кладу. Да, что сказать ему так могу, Да, что он глупенький поребет. Одна-одна, сижу я дома, В этот старый новый дом. Ла-ла, ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла, ла-ла-ла. Автоответчик знает дело, Звони, пока не надоело, На всё про всё один ответ, Что, мол, хозяин не бездельник, Уехал будет в понедельник, А понедельника всё нет. А за узловливым сигналом Вдруг наступает тишина, Ждёт опора, чтоб я сказала, Что в понедельник я одна, Но я одна, И в воскресенье у телефона Ночь не сплю, сейчас возьму, И без зазренья всю кассетку запою. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не, на самом деле, вы знаете, Нинины песни я петь не могу, Потому что у нас разные темы, для тех, кто помнит. Делайте. Я пыталась, на самом деле, петь её «Не укради, хочется украсть». Замечательная песня, я её очень люблю. Но дело в том, что, видите, Нина-то поёт, «Ну, укради, похоже, украсть». А у меня, я как-то вышла на конце, я потом запись послушала. «Не укради, я хочется украсть, украсть, украсть». И вот этим моим ангельским голосочком этого звучит. Ну, не как. Ну, не как. И жаль, жаль, потому что люди просят. Ну, ладно, я своим ангельским голосочком свою попсовую. У меня есть попсовые песни. Так, где она у меня? Значит, на самом деле, пришла мне записка, Чтобы я рассказала историю создания песни, я приеду выходной. Ребята, дело в том, что у этой песни нет истории создания, Потому что эта песня про всю мою жизнь. Вот, то есть это... Ну, вот как-то однажды я села и написала её. Вот и вся историю создания. Вот. Я знаю, я её не люблю, а вот, в связи, я её люблю. Поэтому, ну, надо бить. А, нет, на самом деле, у меня есть, вспомнила я. На самом деле, её делал мне... Я её принесла Антоше Примакову в Челябинске. Сказала, Антоше, я написала песню, не знаю, как её играть. Ну, не знаю, вот. Чё-то там такое всё крутое. Вот. Он говорит, ладно, я тебе аккорды подберу. Я говорю, Антоше, я знаю, как ты хорошо играешь. Поэтому, вот, ты мне попроще. Он сказал, хорошо. И нарисовал мне 15 новых аккортов. Я говорю, должна была быть ещё. Для меня новых. То есть, для него-то просто ещё, конечно. Я её, кстати, до сих пор не выучила. Потому что вторая песня, от которой я сейчас издеваюсь, это вот как раз она. Я имею в виду, там записи будет. То есть, там у меня стукали в треечки, ребята. Хорошо так. Ну, будет. Ну, будет, да ещё. Ну, будет. Ну, будет. Ну, будет. Ну, будет. Ну, будет. Ну, будет. Просто ждать, спокойно ждать, пытаясь гнать по следу, верить, что приеду в выходной. Естественно, зимой, и все так, мой светлый, обязательно приеду, и в пеньковые крылья за спиной, по лестнице в метро. Скорей, скорее, через две и три ступеньки, честно, я приеду в выходной. Но вот из двух какой, какой из двух у меня дела, знаешь, я приеду в выходной, знаешь, я приеду в выходной. Вера, а автоответчик твой. Слабо? Слабо. Слабо знаете почему? Я знаю, как писала. Дело в том, что я напрочь забыла слабо. То есть это было написано шесть лет назад, написано в том состоянии, когда хочется опоганить творчество сестры. Вот. Оно было так душевно опоганено. Вот. И действительно весело было что-то, но я напрочь его не помню. То есть это, в принципе, не подразумевало спеть со сцены. А он тебе поможет? Нет, ребята, это называется... Это не та импровизация, которая интересна. Ну, да, со сцены. Вот. Ага. Верочка, дети пришли. Авторская песня для них начиналась с Иерусалима. О, как? Супой, пожалуйста, они очень желают. Вера, микрофоны поправь. Ай, я не умею. Попрошу, да. Может, я сама поправлю? Микрофон. Так хорошо. Мне так проще. Так, дети. Это хорошая песня, но это не единственная песня, с которой можно начинать авторскую песню. И я надеюсь, что... Знакомься с авторской песней. Я надеюсь, что родители умные. И родители знают, что существует. И Бисборо, и Куджаво. Все, все, все. Ну, про нгальков, что-то. Так, ну, нельзя. Спасибо. 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 Ну, ладно, песня, песня для детей. Опять же, в усеченном варианте, потому что без детей. Скажи мне, добрый человек, где кровь в Иерусалим? Нет, нет, про ужины начали, потом поговорим. Земную жизнь оставил я и дал обет идти. Идти в далекие края и спрашивать пути. Лишь локом девушки одно я клятву дал хранить. Одно безумство, без забот, смогли бы разделить. Я до утра ее ласкал, ночью загряжил свет. Ушел и спрашивать не стал, я знал уже ответ. Не Иерусалим ли это? Не Иерусалим ли это? Не Иерусалим ли это? Не Иерусалим. Если б мог, я бы рассказал о гибельных местах. Там только страх меня спасал, в ужасной смерти страх. Там не найти вообще леп и кровь, огня не раздобыть. Страшней дороги нет, врагов не кого-то спросить. Не Иерусалим ли это? Не Иерусалим ли это? Не Иерусалим ли это? Не Иерусалим. О, как мне не любить весь свет? Лесят земли до звезд. Ведь кто-то где-то даст ответ на вечный мой вопрос. Девица левой и нудей седой, или юный пилигрим. Воскликнет он вперед, тобой он задесь. Не Иерусалим. 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 Одно дело на гитарке поиграть, другое дело все это сводить, там все эти инструменты оркестровые. Трамвайное царство я пою под другого оркестра. Так что вот там, ну там так, поэтому я помню и знаю. А вот играть не могу. Пианино, что ли? Здравствуй, здравствуй, трамвайное царство, вечное непостоянство, их ожидание. Здравствуй, как же нам, братцы, не ждать? Трамвай, трамвай, родные мои, мы все равно на точке над ней. Сует, суету и вечности далее везет громыхая трамвай. В общем, дело в табак, но не ропщик, как бы не так не дождемся. Если дождемся трамвая, только и видели нас. Когда не желаешь ни думать, ни петь, когда не боишься, уже не успеть. Когда очень хочешь попасть под трамвай, садись на нем и гудбай. Гудбай, май, лахаем соль, давай, увидимся вскоре, трамвай мой. Верный, преданный друг, да, бремся вокруг. Боже bent. О, да, бремся. Так, попросили меня тут в перерыве испеть еще одну песню, я ее тоже уже разлюбила, но как бы вот попросили на осень. Осень, ведь многая девочка на заброшенном острове, осень, на тебя я похожа-то, словно кровные сестры. Больше ничего мне не хочется, твоему одиночеству осень понемногу учусь. Снова быть малышкой ласковой, верить добрые сказки, я уже не хочу. О, отвыкаю от праздности, а мустосские радости мне уже не нужны. М жалкость, а мустосские, олки, да волк с ним, одеваются в рубящие, перелески до будущих весель. О, осень, глядя в удар золоченую, понимаешь, отчетливо снова ничего не начать. Впрочем, врали умные головы, что молчание золото, вот и будем молчать. Осень, отвыкаю от праздности, августовские радости мне уже не нужны. Осень, на скамеечках в городе, паниольные голуби ждут с купола куска. Что они, наши беды и радости, наша общая поздняя тоска. Осень, а ведь и мы с тобой гордые, год возьмем из города. Осень, убежи, ой, никуда, чтобы да понапрасну не мучиться. Может, правда, получится, жизнь тогда осень. Да, повторять надо песню. Ну все, течет, все изменяется. Вот изменилось что-то, и не хочу ее пить, и вот надо повторять, люди ее любят. Вот. Ага. Можно коротенькую грустную песню спою? Можно, да? Просят коротенькую грустную песню под названием «Беременная кошка». «Беременная кошка с паленными усами, мы с нею так похожи, еще не знаем осами, В моих руках уснула, блаженно выгнув шею. Ты ой, чего хлебнула, а я еще успею. Счастливые мы люди, про нас судьба забыла. Давай вздохнем, покуда ты от того, что было, Я вам того, что будет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за эту просьбу, потому что я сейчас про нее забыла. Что-то песню. А хорошая песня. Так. А че кто-то там виноват, а красиво. Так, а где они? А вот фиг, у меня тут написано «девка». Вот и будет подход. Тоже люди любят русскую. АПЛОДИСМЕНТЫ Русская народная песня. Слова и музыка мои. Хой да, как зарею, зарею ясно, И девка да просыпалась во сырой хрущеве, Хой да, просыпалась до сбойного веселья, Глазки продирала, мысли собирала. В зал обрались мысли, да, собрались паскудами, Да как бы шо повыпить, му нитит поправим. Павелу я тебе лопаны, му боленое, Нападошу на кухню, ладец на пицца. Натяну я джинсы, да стягну я крепкие, Да приберу волось я частою массажкой. На румяно-шелки, да гаммарюю зеленки, Что навесу на губы, дорогой Макс Паттер. Ой, спой мою дачку, да уж самлю лихую, Да ты вези водила, тормозит на красный, Ты вези води белом, да, по гору гитальнейшей, У моё датьяны, оч поднебесный, оч поднебесный. Да глава учёна, да полный холодильник, Духмянного пива. Стой-то разгуляю, самуй-то распоюся, А в неды гуляли, как бабушка пела, А в неды гуляли, земля шагалась, А бабушка пела, жабора нарвала. Как зарёй, зарёю ясной, да девка просыпалась, Убодру летая жизнь. Поскольку я заранее не договорилась с мужчинами, с кем я это буду делать на сцене сегодня, то я это буду, наверное, делать вот сама. А Валера? А Валера в зале? Конечно. Вот. В Лерочку не на узке? Его нет. Нет у Валеры в зале. Так. Русская народная песня. Русская народная песня «Виновата ли я?» Ну, можно уже не обидать. Ну, подпадёт, бля, минор, что делать? Соль, наверное, не уйдёт. Виновата, виновата ли я, Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, Когда пела я песню ему? Виновата во всём, виновата друг другу, Ещё хочешь тебя, правда? Так зачем же, зачем эта лунная ночь позволяла себя целовать? Целовал, целовал, миловал, Говори, что я буду его, Говорил, говорил, а я верила всё, И как роза, как роза, Слело, потому что любила его. Попал! Падам, падам, па-пам, па-пам! Падам, падам, па-падам! Падам, па-падам, па-падам! Мама, мама, мама моя, от грусти ты меня погулять. Ночью звёздные горят, ночью маски горят, ночью все о любви говорят. Виновата, виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата, 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 мадемуся, я люблю? Виновата. Так. Будет вам проправлять через их песни. Уже полюбил народ и любить больше. Причём дети, почему? Эта песня была взрослой. А вообще странно, я всегда так, когда пишу песни, думаю, что я пишу песни взрослому человеку, пишу песни про взрослых умных людей. Нет, подростки их любят, оказывается. Ага, двоишница, виноватая не так играется, придется тебя снова учить. Это Женя Волович написал. Или Мамарин. Мамарин. Ну кто-то из них. Научить можно. А кто-то из них. Ну не умею я играть на гитаре, встаньте. Значит, в этом году, вернее в прошлом году, на Пасху, вернее уже после Пасхи, я проснулась от того, что я пою Джамайку, и пою я ее уже со словами. Вы сами представляете, что из этого могло выйти. Вот, на самом деле, ее нужно опять же не так играть. Это уже по русскому роду сказки. Жамайка, Жамайка, Жамайка. Жамайка, Жамайка. А дальше следует мой ответ мышки. Аналог такой. Не, что ты подумала всерьез, что носишь имя вероломства. Знай теперь, сколь прочен совершенный человечий позвоночник. Сколь не сокрушил здоровый ум, оптимистичный, беззлобный. Ибо защищен вокруг нехилой губолообразной костью. Жамайка, Жамайка. Прочь, чтобы отъявленная грядь оставь попытки терроризма. Кении злодейства одинаково чужды нашитой сути. Прочь, чтобы и помни обо мне, иду по пакость замышляя. Да поторопись, там без тебя уже вытягиваю, требуют. Замайка, Замайка. Попросили спеть серьезную песню «Яблоко». Она тоже коротенькая, но просто и спою, а потом уже... Я не стану спешим, Поволчу, чтобы век отрепло, Чтобы мудрые пчелы Вы лицо осветили за роды, Чтобы не вязь над цветом Защищен над донью до ветра. Мне поверить серьез Будет плод настоящей породы. Чтобы думать незрелым, комочек дыханием, Лаская скорого. Мороль, всем первые я, Не мучая святой исходом И дождаться плода. Вон заботы пчелина до края Напоем еще пару цветков, Потому пахнет мелодом. Так, ребята. В России не хочет быть, Я даже настроилась, Я и не меня строю. Поэтому будем петь «Будки». Значит, это... А? А я что-то делаю? Ванька там пишет. Так. Что у нас какая-то большая стекла? Получается ток-шоу. В этом году, В сентябре месяце, Случилась одна большая, Крупномасштабная осенняя депрессия. Я легла на диван, значит, И начала... Ну что человек депрессии делает? То же самое абсолютно, Что обычно. Наш человек. Он... Поскольку я обычно пишу пою песни, Вот я, как обычно, Начала писать и петь песни. Вот. Но песни специфические, Депрессниковые. Поэтому, значит, Сейчас будет две вот Из этих депрессниковых песен, Которые, в общем-то, Можно со сцены петь, И хотя бы неформально. Если бы нет. Вернее, она есть, Но я ее заменила. Да. Чтобы это можно было петь со сцены. Лёш Мамарин, слушай внимательно, Ты такой будешь. Песня называется Юбилейная. Не хочу я себе В день рождения Дорогие подарки дарить, Большинство Судьбомостных мгновений Мне уже не дано пережить, Не проехаться в темпе Олегра По Парижу на белом авто Или лилового южного негра Не облапать, забыть про Монтон. Эти годы Сладались непросто, Мне не сделаться Ныне другой, Мне в открытый Доверчиво космос Не шагнуть Ни одной ногой, Не свершить Гениальных открытий В био, гео и химобластях В ГИК не гончить И замуж не выйти За Шумахера Ральфа ходят В цирковой Драссированной пуме Головою не сунутся В пасти В родной Государственной Думе Шириновского Класса Не попасть И вдоль пляжа На острове Криде Не лежать В озорном Неглиже Пить не бросить И замуж Не выйти А ведь точно Не выйти Уже И примерно Такую же Жесткость Песня Которая Называется она Песенка про крабли Которую тут Долго упорно кричали Дети Почему-то ей понравилась Хотя она серьезная Взрослая песня Не знаю почему Мелодию Я сразу предупрежала Мелодию я у кого-то сперла То есть Либо у Шаула Либо у Почеткова То есть Мне Валера Чуденовский говорил У кого-то Я уже забыла Поэтому я вот так Ну вот услышите Песенка про крабли Если верить вящей сути Грабли это не компьютер Здесь немного операций Здесь один простой Кулипин Вариантов не бывает Наступаешь Прилетаем А еще разок Наступишь Еще разик Прилетит Да прям съезжный дур Вроде Я всегда плюю в колодец Только доверком гнившись Что от грязи Сум и пуст Я соломкой запасаюсь Я на замках не катаюсь Я компьютер выключаю Нажимая кнопку Пуст Ну почему Всегда и вечно Беспрестанно Беспечно Наступаю бесконечно На орудие труда А не забыв Проминность Прилляя Пыл и живость Верут в мир И справедливость Убивают Но всегда Поздно Папка Верит В сказки Похватилась Между каски И люминесцентной краски Тоже не было у нас Промолок летит Маскуда И уже не будет Чудо И даже если Будет чудо То не здесь И не здесь А какие здоровья Мне богато Мне не 20 лет Ребята Мне бальзаковская Дата Скорбно Светит в левый глаз И я не девочка На шаре И не мученек В ударе И не девственница В баре Чтоб так плакать Каждый раз У нас Что такая кара Или прячь дурно карпо Или харизма несуразна Или пробит ему недель Да ни удача Ни наград Мне всего-то Браться надо Чтоб грёбаные грабли Не болялись Темноте Чтоб беспечный Прекрасен Он на путь Бой безопасен Чтоб он был Широк и ясен И безболезнен В конце Чтоб из моклого Держина Чтоб всегда Косвела машина Чтоб последствия Причины Не зияли На лице Краненые Упали со стола Упали и разбилися Разбита жизнь моя Аплодисменты Судя по тому, что я награблю Пока человек сорвал Более то наш концерт приближается к концу, к логическому, но вот без этой последней песни, которую я написала, на самом деле, сразу после Грушинки, я его не могу закончить, вот я сейчас заканчиваю и все, я написать не буду, ладно, потому что, ну, вот, все, нет, вот, а сейчас еще будет одна такая же, и я соль, вот, на самом деле, у этой песни очень длинное название, она серьезная песня, и вы это услышите, название у нее такое, полный улет или плач по Андрею, еще у нее есть подзаголовок, это конкурсная песня на следующий Грушинский, музыка по мотивам Юрия Шевчука, а текст на слова Андрея Козловского. Помнишь солнечный вечер, сухие дрова, ах, какой деревянный была голова, Ты был старше меня, на всю добрую сотню четвертой раней Я училась на плейте играть под дождем, я рулил по тоннелю на джипе кривом, мы решили тогда на всю жизнь, что нам этого хватит Слушай, жизнь это сейшн, она вся здесь и сейчас, это наша жизнь, нам их хватит не раз, чтоб сто раз удариться всерьез и один удивиться А теперь дископета пошла на мна, ты ж учил вязать плод из простого бревна, что мне делать на рынке с бревном, у кого поучиться Ты не слышишь меня, ты идешь по воде, мы когда-то все плыли навстречу тебе В этой чистой воде твой плавник серебрился когда-то Мы теперь не боялись до этой поры, чтоб не к черту сгореть на вершине горы, уступив пожеланию мудрого старшего врага Ты открыл, что не грех попринчать на луну, ты нашел эту дверь, эту только одну Знаю, помнишь, где эта дна, но я раньше успел Так спасибо за скорость, отжиг наш кривой, и прости, деревянной своей головой Ту, что снизу сама пришла плакать по брату Андрею Слушай, это по парусам больше не плот, это пол нуля, а не полный вперед Время нам забирать в наших бревна на полном пределе Чем-то тряпущего жарю хребтину загнуть, да не лучше и вывести по дну Она дольше удержит всех нас на плаву в самом деле Я беру твою руку, я чувствую лост Я боюсь, это будет теперь не всерьез Восковые фигурки поют, слишком плавно и скромно Да не горюй, старина, не суманивай, ты пробой как пошла, на, 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 на А потом мы возьмемся, мне замки, брат, запретно Не горюй, нам не время не перегоревать Это наш человек захлебнется опять Если прямо сейчас не возьмемся, хотя вские бревна Не горюй, старина, здесь пока не чума Это наш океан до последнего дна Мы потом, взявшись за руки, встанем на крепкие бревна Продолжение следует... Миша! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я только с утра не буду выйти, если мне что не скажешь. Потому что я уже не могу. Спасибо. Пожалуйста. Теперь на бис. На бис. Можно совсем? Нет, не знаю. Молодёжный клуб. В Брюганской опять не буду. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо всем большое за то, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы хотим подарить Лерочке от Связара вот такую штуку. Музыканты знают, что это. Это очень нужная вещь. Но вообще-то это на самом деле ключ от Связара. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, это настройщик портупьяна. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо вам за то, что вы так хорошо слушали. Спасибо, Верия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...